Здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с генитивным послелогом Луона, который переводится как У. Послелог – это означает, что слово стоит после определяемого слова. И генитивный послелог – это означает, что определяемое слово стоит в генитиве. Чаще всего после лог Луона используются с глаголами ОЛЛА – быть, АСУА – жить, ВЕТА – проводить, время или отпуск проводить, и отвечают на вопрос МИССА – где? Например, МУММОН ЛУОНА – у бабушки. Как вы скажете «Я был весь вечер у бабушки»? Попробуйте перевести с русского на финский. У бабушки будет МУММОН ЛУОНА – у линь коко и лан, МУММОН ЛУОНА – я был весь вечер, у линь коко и лан. Если у нас есть слово КОКО, то то, что у нас идёт за ним, идёт в акузативе, потому что если у нас весь объект охвачен целиком действием, то нам нужен акузатив с окончанием Н. Это тема-объект. КОКО ИЛЛАН – КОКО ПАЙ ВАН – и так далее. Я был весь вечер у бабушки. ОЛИН КОКО ИЛЛАН – МУММОН ЛУОНА. Как вы скажете «Я не хочу жить у бабушки»? Можно также добавить притяжательный суффикс, и он закроет генитивное окончание. Например, будет не МУММОН, а МУММОНИ у моей бабушки будет МУММОНИ ЛУОНА. Как вы скажете «Я провёл всё лето у своей, то есть у моей бабушки». Глагол «проводить» – это ВИЭТА. ВИЭТИН КОКО КЕСАН – МУММОНИ ЛУОНА. ВИЭТИН КОКО КЕСАН – я провёл всё лето. И МУММОНИ ЛУОНА у своей бабушки. У ХАННУ – будет ХАННУН ЛУОНА. Спросите «Ты провёл вечер у ХАННУ?» Проводить вечер – это устойчивое выражение «ИСТУА ИЛТА». Ещё раз «Ты провёл вечер у ХАННУ?» ИСТУЮТКО ИЛТА ХАННУ ЛУОНА. КАВЕРИНИ ЛУОНА – это «У МОЕГО ДРУГА» или «У МОЕГО ТОВАРИЩА». Чаще «ДРУГ», но у нас есть слово «ЮСТУА», поэтому я поясняю, что это «ДРУГ ТОВАРИЩ». КАВЕРИНИ ЛУОНА – у МОЕГО ДРУГА, у МОЕГО ТОВАРИЩА. Я был вчера у ТОВАРИЩА, как вы скажете. ОЛИН ЭИЛЕН КАВЕРИНИ ЛУОНА. Также используется с лишними стиминями, например, МИНУН ЛУОНА – у МЕНЯ, СИНУН ЛУОНА – у ТЕБЯ, ХАННЕН ЛУОНА – у НИГО, У НИЁ, МЕЙДАН ЛУОНА – у НАС, ТЕЙДАН ЛУОНА – у ВАС, И ГЕЙДАН ЛУОНА – у НИХ. Если после лог ЛУОНА стоит после личного местоимения, то к нему часто добавляется притяжательный суффикс. Например, У МЕНЯ – МИНУН ЛУОНАНИ, не просто МИНУН ЛУОНА, а МИНУН ЛУОНАНИ. У ТЕБЯ – СИНУН ЛУОНАСИ, У НИГО, У НИЁ, ХАНЕН ЛУОНАН. У НАС – МЕЙДАН ЛУОНАММЕ, притяжательный суффикс МЫ – это МЭ, МЕЙДАН ЛУОНАММЕ, У ВАС, ТЕЙДАН ЛУОНАННЕ, И У НИХ, ХАНЕН ЛУОНАН. Напоминаю, что притяжательный суффикс с местоимением ХЭН или ХЭ, очень часто бывает, удлиняется гласное плюс Н. ХАНЕН ЛУОНАН. И как обычно, МИНУН ЧИНУН МЕЙДАН, ТЕЙДАН можно опустить. То есть, будет просто ЛУОНАНИ, ЛУОНАСИ, ЛУОНАММЕ, ЛУОНАННЕ. Например, как вы скажете, У ВАС всегда весело. ТЕЙДАН ЛУОНАННЕ ОН АЙНА ХАУСКАЯ или просто ЛУОНАННЕ ОН АЙНА ХАУСКАЯ. У ВАС всегда весело. С глаголом КЯУДА также используется после ЛУОК ЛУОНА. КЯУДА переводится как ХОДИТЬ, ПОСИЩАТЬ. Он требует после себя окончания СА, ПАДЕШЬ и НАСИВ, отвечает на вопрос МИССА. И что у нас получится? Как вы скажете, ХОЖУ В ГОСТИ К ДРУЗЬЯМ, используя после ЛУОК ЛУОНА. ХОДИТЬ В ГОСТИ – это устойчивое выражение КЯУДА КЮЛАССА. ХОДИТЬ В ГОСТИ. КЯУН КАВЕРЕЙДЕН ЛУОНА. К ДРУЗЬЯМ – это будет КАВЕРЕЙДЕН ЛУОНА. КЯУН КАВЕРЕЙДЕН ЛУОНА КЮЛАССА. Это уже немножко посложнее, чем раньше были примеры. И ещё одно значение после лога ЛУОНА – это У или ВБЛИЗИ. КАУПАН ЛУОНА – это будет означать У МАГАЗИНА. У ОМАСИН ВАСТА КАУПАН ЛУОНА – это УНОГДИН ЛУОН ПАКОН КОТИИН. Я заметил только у МАГАЗИНА. У ОМАСИН ВАСТА КАУПАН ЛУОНА – это УНОГДИН ЛУОН ПАКОН КОТИИН. Что забыл кошелёк дома. Здесь ещё важная напоминалочка, что УНОГТА требует ИНЛАТИВА. Забываем мы КУДА. Я вам написала УНОГТА плюс МИХИН. И на этом наш урок закончен. Я с вами прощаюсь. Мой мой минус я тушь трат.